Помни, Женя, пытались добыть зажимы для носа, такие профессиональные, потому что они тогда первые появились во Франции, вот те знаменитые парадижи, такие большие. У меня он до сих пор лежит, как музейный экспонат, вот, и я его, наверное, положил вместе с очками, деревянными очками, которые мне с Филиппин прислали, подарил Сергей Лепну, вот, в которых ныряльщики филиппинские ныряют вот там на 30. Под ногу ходят, да? Да, под ногу ходят, да. Причем, ты знаешь же, что они на выдохе ныряют? На выдохе, да. И вот совершенно, как бы, такие вот аутентичный получился набор, парадисты зажим, который я в 2000 году в Ницце на соревнованиях приобрел. Вот, а современные зажимы, которые ничего не весят, их практически незаметно, и они даже у синхронисток сейчас пользуются популярностью. Вот, молчановые зажимы новые, прекрасно выполняют свою работу не только у фридайвера, но и в смежных. Потому что зажимы, конечно, это очень важно, а если он хлипкий, тогда в нем очень сильно нырять. Если он сильно давит, тоже неприятно, болевые ощущения на носу. Ты знаешь, я знаю только одного человека, который способен нырять и в бассейне, и в глубину с таким зажимом для синхронного плавания. Это Булин Трубрыч. Ну да, есть у него фишка. Да, у него есть, да, у него есть просто такая анатомическая особенность, у него очень классные евстахиевые трубы, очень проходимые и очень такие, с хорошим охватом. Он может их легко удерживать. Это объясняет его результаты в нырянии в глубину без власт, тем, что он не напрягается на продукт. Да, кстати, знаешь, мы о нем заговорили в свое время, когда я готовилась к своему рекорду мира на Багамах, мы с ним обсуждали его технику, потому что я, как бывшая брасистка из плавания, я увидела, что у него техника неидеальная, стала неидеальной, хотя вначале она была близка к совершенству, к моему пловцовскому пониманию совершенства. И он мне сказал, ты знаешь, Наталья, иногда для того, чтобы что-то правильно во фридайвинге сделать, приходится пожертвовать вот чем-то. И я решил перестроить свою технику и сделать ее менее техничной, но более экономичной, да, которая будет лучше, соответственно, экономить кислород. Пусть я буду делать на один толчок больше, да, при уходе вниз, вот на первой фазе, но я буду зато потом выигрывать. Ну, я тоже пытаюсь многим студентам объяснить ситуацию, когда они пытаются вот фанатично выстроить идеальную технику. Или скопировать кого-то. Или скопировать вот там у кого-то. Я объясняю, ребят, ну вот, да, эта техника что-то вам даст, но вы можете больше потерять и время...